Удар по Киеву анонсировал вчера наместительный маньяк, так называемый российский президент. Как его будут называть на Западе, неважно, признают его президентом или не признают. Все прекрасно знают, что лучшая формулировка дана этому индивидууму в городе Харькове. И если мы говорим об ракетном ударе по Киеву, я бы вообще украинскую столицу не выделял бы среди других городов. У нас все населенные пункты важны, одинаково важны. Конечно, столица, центр управления, большой город, много людей. Понятно, тут самые лучшие комплексы ПВО, и они справились. Но, знаете, охать и охать не надо, потому что прилетают и в другие большие и не очень большие города нашей страны. Но тут есть интересная штука в этом деле. Давайте разберемся, как вчера маньяк анонсировал удары по Украине. Белгород ему печет, и ему нужно показать россиянам, что Белгород – это Россия. Хотя все прекрасно знают, что это нифига не Россия, это БНР. Если бы было по-другому, на территории БНР российская авиация не сбрасывала бы 500-килограммовые бомбы. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Мы, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же, вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник на новость удара. Вот. Ну, у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Вы заметили лицо этой отвратительной курицы, которая задавала Путину вопрос по поводу Белгорода? Нацистка ярая, идеальная путинистка. Так вот, что вам хочется сказать. Значит, мы отобьемся. Отобьемся при любых раскладах. От российских ракет, от российских войск. А Белгорода нет. Причем, что интересно, появляется такой новый тренд. Значит, еще год назад Путин атаковал и электростанции в Украине, и водонапорные башни, все, что связано с инфраструктурой. А теперь делает вид, что вот мы не такие. Вот мы могли бы это сделать, но мы это не делаем. И якобы есть какой-то резон у Владимира Маньяка. На самом-то деле резон один. Они воют в полную силу, и у них нет возможности. Нет ее. Вот, прямо сейчас я записываю видео, там какое-то количество долбанных мигов в небе. Может быть ракетный удар. И давайте скажем прямо, он будет не один. Но единственный нюанс сейчас, и он прекрасен. Все изменилось. Значит, ракеты летели и в Киев, и в Белгород. И самое важное, теперь я вам хочу сказать. Вот наступает момент, когда на территорию России будут лететь не только наша длинная рука в виде дронов. Полетят новые, новые системы поражения. Ну, не будем анонсировать это раньше времени. Но вопрос этот точно сдвинулся с той точки, где он стоял. Были изделия, которые не летели, а теперь они полетят. В том числе и на Москву. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Вообще, к нам вчера приезжал помощник Байдена по национальной безопасности Джек Салливан. Большой начальник высказал масса таких ободрительных слов в наш адрес. Ну, мы-то знаем. Нам давно уже объяснили, что бориться-то по боро-то. Но на визит этого американского чиновника он в чем и интересен. Что он приведет ситуацию к тому, что американцы просто не сольются. И, наверное, вот это он главное говорил и Зеленскому, и его визави Ермаку по переговорам. Там за океаном есть заявление еще Джонсона, что мы обязательно займемся выделением финансов для поддержки наших союзников, то есть Украины. Ну, с нашими американскими друзьями, которые заняты избирательной кампанией, ну, что мы можем сказать? Что мы-то будем бороться при любых раскладах, и слава богу, союзников у нас больше, чем один. Есть коалиция, о которой, кстати, Салливан вспоминал. А вот американцам нужно определиться самим, вы великая страна, или все-таки вы отдаете эту пальму первенства российским нацистам. Я думаю, что так не получится. Но вот эти обстрелы Белгорода, они российских пропагандистов и пропагандистов, так привели к интересным выводам и размышлениям. Если вы учесть, что это показали по федеральному каналу, когда в прямом эфире начали моделировать смерть Путина, это интересно. И что стало триггером внимания о моделировании смерти Путина? Про НТС очень коротко, если верить изданию Reuters, пытаются уничтожить нашу нефтеперерабатывающую промышленность, якобы сократив наш потенциал этими ударами уже на 12%. Это мы еще не начинали. Летят пока только дроны, а будут лететь не только они. Вот вчерашнее наше праздничное настроение у России, оно не осталось без последствий. Дело в том, что вот я анализирую взрывы в России, в Российской империи, в Советской России, происходили при передаче власти. Ой, тонкий-тонкий лед. Об этом говорить вообще не принято. Не принято думать о том, что будет в рашке после Путина. Этих ребят из команды Навального мы не учитываем, потому что они неисправимы. Мне только что пришло письмо от команды Навального. Вот оно. Тут написано «Путин не наш президент». Они настолько чокнуты, что он не их президент, но он президент. То есть даже здесь они прогнулись. Но о лузерах и аутсайдерах говорить не имеет смысла. Тут эти товарищи из Госдумы начали развивать тему, что будет дальше после того, как после взрывов Белгорода они будут происходить в других российских городах. Кстати, Белгород. Опция «Хватит бомбить Белгород» не работает. Будут прилеты и в Белгород, и далее в сторону Москвы, вглубь России. Для чего мы это делаем? Все очень просто. Не трогайте нас, не будут трогать вас. Есть одна причина. Тут это одна единственная причина. Других нет. Вот я только немножко скажу. Сталин неожиданно умер, и Хрущев неожиданно пришел. Хрущева отставили, Брежнев. Брежнев, там, значит, Андропов. Не Андропов умер. А потом Горбачев. Неожиданно появился. А потом Ельцин. Нам надо понять и защитить вот эти главные основы. Мы выбрали человека, он отвечает за страну. Но нам надо понимание, что этот президент, мы его должны беречь. Но и последовательность передачи мы тоже должны беречь. От всяких субъективных людей, пришедших с пятном на голове, а потом страна развалилась. От этих слов офигела и Скобеева, и Скобеев. Есть у них понимание, к чему все идет? Есть! Ну и самое главное, все-таки приятно видеть, когда там, на болотах, по болотному времени объясняют, что болотное время, оно тоже заканчивается для Владимира Путина. Я не знаю, удавят они его сейчас или нет, но с большой вероятностью, мы не будем ждать, когда это произойдет по воле россиян. Но вот как-то случится что-то, не знаю что, подавится Украиной, и никто не поможет. Может быть, он уже подавился. Мы радуемся вчерашнему выбору, но мы должны сохранить эту власть и ее преемственность, в том числе и при назначении правительства. Правительство сейчас будет назначаться, мы будем назначать. Но председатель правительства является вторым таким лицом, а у нас всегда второй и сразу потом первый в случае турбулентности. И вот здесь мы тоже должны очень внимательно смотреть и очень внимательно отслеживать. Если взрывы – это предвестник смены власти в России, то можно уже начинать. Тут же Калашников, он, кстати, коммуняка недобитый, говорит о том, что мы не можем защитить наше НПЗ, а Министерство обороны занято. Чем оно занято? Откуда мы знаем, какой беспилотник прилетел, как прилетел на вот мой Самарской области, Сызранский нефтеперерабатывающий завод несколько дней назад. Невозможно все-все-все защитить. Просто мы сегодня вот говорили с одним из серьезных руководителей там Самарского завода. Он говорит, Леонид, я говорю, ну а что вы сидите? Вы же должны защититься. Он говорит, ну мы поставили. Но ты же, говорит, не упрощай. Вот ты хочешь приобрести оружие? Тебе не продадут. Тебе нужна лицензия. Что хочешь, чтобы у нас кто встанет-то? Нам нужны с лицензией люди, чтобы с дроновыми оружиями стояли там и так далее. Или Минобороны поставил везде. У Минобороны тоже задач полно. Бедные российские нефтяники и их заводы. Российская армия занята, а у них нет лицензии на покупки соответствующих средств ПВО. Посмотрите в военторге. Говорят, это можно купить там, при любых раскладах. Но вот этот вот товарищ, он вообще-то чувствует, вполне возможно, с жопой чувствует, что еще, кроме беспилотников, полетит по российским городам. Россияне. Ну, вам сейчас, конечно, тут расскажут о том, что все хорошо, все нормально. Ну, вот послушайте, добрый совет, по старой памяти. Машины заправляйте, наличные деньги снимайте. И в багажник лучше положить несколько упаковок консерв. Потому что будет как в Белгороде. Раз и все закончилось. Вы не думайте, война, она везде одинаковая. В Киеве тоже во время осады пропали на некоторое время продукты. Не все, а хлеб был, ну, черного, например, не было. То есть, есть смысл подготовиться. Предупрежден, значит, вооружен. Ну, а теперь загружаем полетные задания. Будет весело. Власть меняется после взрывов в России. Правда? Вопрос. А успеет ли наш разбудить, нашего президента сегодня? Их ракеты-то, вот они рядышком. Вот они сегодня беспилотники, которые прилетают по нашей территории на тарахтелках, на бензиновых. А ракеты, которые стоят, которые, вот они находятся в тех странах НАТО, которые уже у нас. Это реальная опасность. Какой наш русский Бжезинский успеет разбудить президента? Что нам делать? Вот что делать? Вот я так, вы думаете, это отвлеченный Путин, там, значит, министр обороны, там, наши генералы. Вот они сидят и не знают, что делать. Про ракеты говорят, летящие в сторону России, что-то чувствуют. Ну и нравится мне этот пассаж, успеют ли разбудить Путина. Путина надо не будить, а усыпить. И тогда дела пойдут на лад. Вот как пытаются вселить уверенность в российские массы там на болотах? У них есть интересный подход. Ну, понятно, пропаганда поднята по тревоге. Военкор Александр Сладков на прямой связи. Здравствуйте, Саша. Как обстановка? Здравствуйте, Евгений. Обстановка нормальная, контролируемая, управляемая. И сегодня инициатива принадлежит нам во всяком случае. Все то, что касается Донецкого направления, Херсонского, Запорожского и Харьковского. Я имею в виду Купинск, Волчанск. Саша, если анализировать ситуацию в приграничье, Путин сегодня объяснил, почему мы приняли решение не стирать с лица земли украинские регионы, которые примыкают к нашей границе. Ну, можно предположить, что это Харьковская область, область Сумская. Традиционно сказал, что мы этим и отличаемся от режима Зеленского. Но ваш анализ, то, что сейчас творят украинцы, это по-прежнему пропагандистские вылазки. Все это похоже на очень крупную общевойсковую операцию с попыткой действительно вторгнуться на территорию нашей страны. Уже, кажется, не для того, чтобы сделать фотографию с украинским флагом, а в самом деле для того, чтобы, я не знаю, людей захватить, обменный фонд поиметь. Как вы относитесь? Как вы анализируете эти события? Лично я считаю, что открыт второй фронт, Белгородский участок, линии фронта. И против нас ведут боевые действия. Против нас идет война. Мы ведем специальную военную операцию. Это решение руководства. Мы его поддерживаем. Но против нас воюют. Мы ведем специальную операцию. Безусловно, основная цель противника – это растянуть фронт. Какие тревожные вопросы. То есть, если речь идет о территории Украины, там, где присутствуют россияне, то в телевизор им говорят, что все хорошо, инициатива на нашей стороне. И так уже последних два года, то Белгород выносит отдельно, что вот, блин, они что, хотят зайти в нашу страну? Да, хотим. Хотим. Хотим удовлетвориться разрушенным городом. Российским городом. Там, где люди переживут все ужасы войны. Для того, чтобы поумнеть. И после 20-го Рамштайна, лично у меня оптимизма стало больше. Во-первых, опять зафиксированы заявления о том, что все нам передадут. Появились артиллерийские боеприпасы. А это значит, что будем бомбить. Не только Белгород, конечно. Не только российские регионы. В первую очередь, конечно же, надо убивать российских захватчиков на украинской территории. И здесь у нас масса-масса есть достижений и успехов. И вот там пропаганда родила интересную вещь. С одной стороны, у них моделирование смерти Путина. С другой стороны, появился новый термин. Знаете, что в Белгороде происходит? Да. Ну, битва за Белгород, понятно. И еще мерцающая оборона. Это что-то новое. Будет и мерцающая оборона Москвы. Перед этим пойдет Калуга. Саша, оружие у врага не кончается. Бесконечные спекуляции. Да, там американцы опять денег не дали. В Евросоюзе пытаются найти. Нашли 3 миллиарда. Все как если бы. У них было мало боеприпасов. Потом смотришь на количество ударов. Ну, по той же Белгородской области. И этой нехватки не видно. Что, где мы можем зафиксировать в этом контексте? Нет, нет впечатления о наступлении засухи снарядного противника. Нет впечатления его ослабления. Да, снаряды и ракеты не закончатся никогда. А дроны, тем более. Некоторые вот прямо сейчас стартуют. На улицу Правда. Там пишут программу 60 минут ненависти. Адрес или точные координаты студии я давно передал. Да, артиллерия воюет. По нам стреляли. Допустим, мы ощущали сами разрывы этих боеприпасов рядом. Но не в этом суть. Суть в том, что беспилотный летательный аппарат. Вот сейчас пролетела птица, и я сразу обратил внимание. Потому что это всегда опасность, когда в небе что-то летит. Саша, вот только что сказал, что это не наступление еще. А накануне Путин сказал, что это уже не активная оборона. Тогда как сформулировать то, чем мы сейчас занимаемся, если вот военными терминами? Слышите на заднем фоне? Олька хихикает. А хихикает она с Владимира Путина. А дроны летают. И сладко немножечко жим-жим. Это правильно. Я жду момента, когда его перебросят освещать оборону Москвы. Это мигающая активность наша. Мерцательная активность. Здесь, 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 тут. Враг вынужден маневрировать резервами. По результатам этой войны на могилки российских пропагандистов поставят лампочки. И они будут мерцать. В честь мерцающей обороны. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была ей Буды. Да, ракеты будут лететь. По украинским городам. Но не только в нашу сторону. Это важно понимать. Война меняется. Наши союзники расширяют свое участие. И когда говорят о французах, я вообще не думаю о том, что есть какой-то смысл отправлять сюда сухопутную компоненту. Нам нужны ПВО и авиация. Пусть говорят на французском. Ладно. Уверен, что Зеленский в случае чего примет соответствующие указы, подпишет соответствующие указы о приеме в украинское гражданство без сдачу экзамена по украинскому языку. До побачения.